Девушки отдыхают Ваш день! Реченька, речушка, катеров качала Девочка, девчушка, плачет у причала Реченьке, речушке, снится синей море У тебя, девчонка, что за горе? А над речкой облака золотые Звонким дождиком грибным налитые Мы с тобой еще совсем молодые Над рекой споем Русская реченька моя Да невзрачная Сохрани любовь, спаси ее Реченька моя Да прозрачная Словно небеса над Россией Эй-эй-эй-да, ой-да-да-ой-да Эй-эй-да, ой-да-и-да Эй-эй-да, ой-да-да-ой-да Эй-эй-да, ой-да-и-да Реченька, речушка, катеров качала Мы с тобой сегодня все начнем Сначала реченька, речушка, белый пароходит Ты не верь тому, что все проходит А над речкой облака золотые Звонким дождиком грибным налитые Мы с тобой еще совсем молодые Над рекой споем Русская реченька моя Да незрачная Сохрани любовь И спаси ее Реченька моя Да прозрачная Словно небеса над Россией Эй-эй-да, ой-да-ой-да Реченька Эй-эй-да, ой-да-ой-да Реченька А над речкой облака золотые Звонким дождиком грибным Налитые Мы с тобой еще совсем молодые Над рекой споем Русская реченька моя Да незрачная Сохрани любовь И спаси ее Реченька моя Да прозрачная Словно небеса Над Россией Реченька моя Да незрачная Сохрани любовь И спаси ее Реченька моя Да прозрачная Словно небеса Над Россией Браво, браво, друзья! Слушайте, ну как же здорово! Проходите скорее к нам, садитесь на диван Это Кубань-24 Хорошее утро! Друзья, как и обещали, вокальный ансамбль горница сегодня в гостях У нас огромное вам спасибо, что вы пришли, что вы нашли время Ну, давайте знакомиться Анна Меличкина, Анна Викленко и Ирина Чинченко сегодня в гостях Все верно! Девушки, ну, во-первых, спасибо большое, еще разок, прям вот добавили прекрасного настроения Сразу у меня вопрос, пока мы еще не знаем подробностей Репертуар ваш, он весь такой задорный, такой вот народный, разудалый или что-то еще есть? У нас есть еще и лирика, но мы стараемся, чтобы народу было интересно Народные песни, такие стилизованные, которые востребованы людям, которые любят слушать, которые нравятся Но, знаете ли, довольно нестандартная аранжировка для народных песен Все-таки она так довольно осовременна Такая динамичная, да Какой ваш зритель? Это зритель в основном возрастной или все-таки молодежь тоже посещает? Мы хотим, чтобы зритель был наш разного возраста Есть у нас песни, которые и более на взрослого зрителя Старые народные песни, которые пелись за столом И на молодую публику тоже, конечно, бы хотелось, потому что хочется привлечь их внимание Хочется показать им вот эту народную стилистику, чтобы они любили тоже эту музыку Мы знаем, что вы в 2013 году получили звание народного коллектива И в этом году его подтвердили То есть, в принципе, ваша миссия, она выполняется Народ и молодой, и взрослый любит и принимает вас Да Но мы также знаем, что вы получали награды в разных фестивалях И в том числе на тех фестивалях, где поются, ну, скажем так, песни православные Песни немножко вообще другого направления Расскажите об этом, что вы поете, зачем вы это поете? Мы это поем, потому что, допустим, с Анной мы поем в церковном хоре Поэтому нам было это интересно Эта музыка тоже нам интересна И мы вот как бы изначально пытались создаться вот в церкви Нам захотелось петь И первый наш конкурс был, это, конечно, православный конкурс А потом мы захотели уже, нам было интересно, ну, показать себя народу Стали уже просить нас, давайте что-нибудь еще исполнить Уже появились В основном, я так понимаю, в станице Маринской происходит это То есть прихожане храма, церкви могут, собственно, прикоснуться к вашему творчеству И послушать там Ну, так как вы работаете в том числе преподавателями, работаете с детками в Доме культуры То, значит, в принципе, любой человек может прийти к вам и научиться петь и посмотреть на ваши концерты Да, конечно А у меня такой интересный вопрос, знаете, вот чисто, знаете, человеческий А вы какую музыку слушаете? Вот, может быть, в машине, дома, радио включаете? Я в душе пою, например Какую музыку вы сами любите и предпочитаете? Да, расскажите Я очень люблю классическую музыку, мне нравится Я преподаватель фортепиано, преподаю с удовольствием, мне нравится это занятие В общем, классика для души, для вашей И детям стараюсь привить эту тоже музыку Понятно Мне нравятся в основном классические композиторы Здорово Анна? Я больше народную слушаю, вот как мы в стилистике поем народное все Я как бы вот Поддерживаю Поддерживаю, да, и мне очень нравится, да, с детства я стремилась Никак ты есть, Юна Рэп Ладно, не рассказывай А на вы Я люблю тоже классику, потому что я сама закончила академическое пение Поэтому мне, факультет академического пения, поэтому мне нравится оперное пение Оперы нравятся, мое предпочтение Ну и само собой, и народное я тоже люблю, потому что вот мы образовались, поем народное Ну и популярную музыку тоже Позвольте себе уточнить этот вопрос, вы все мамы, ваши дети слушают то, что исполняет коллектив Гордица? Знакомы ли они с вашим творчеством? Обязательно Подпевают? Не только слушают, но еще... И помогают И играют у меня сын Скрипач занимается на педпрактике у Надежды Григориевны Корнаух и очень тоже любит классическую музыку, но он, конечно, не исключение, как и вся молодежь тоже слушает и современец Это очень важно, когда с самого раннего возраста ребенку прививаешь вот эту культуру, эту духовную, правильную, моральную вот эту мысль Огромное вам спасибо за ваше творчество, и мы бы хотели еще что-нибудь послушать, если можно, из вашего репертуара Пожалуйста, подарите нашим... Давайте, скрасим пятницу Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, вокальный ансамбль «Горница» сегодня начинали эту пятницу вместе с нами, далее факты, факты спорт, погода, после этого возвращаемся в нашу студию, и вы узнаете, дорогие друзья, какой документ просили медведи подписать у Теодора Рузвельта, и можно ли из шпилек сделать колючую проволоку?